Начало второй половины мая 2020 года около трех с половиной тысяч обратившихся по поводу присасывания клещей жителей Удмуртии. При обследовании каждый третий обследованный клещ инфицирован возбудителем лаэмбролиоза, баррелия бургдорфери. Каждый двадцатый клещ инфицирован вирусом клещевого энцефалита. Насчет других баррелей, насчет рикет, серлихианоплазмы, бобези. Обследование массово не проводится, но когда есть тест-системы, когда пациент не против за дополнительную плату провести обследование, получается, что каждые двадцатые, каждые тридцатые клещи содержат в себе либо эрлихи, либо анаплазмы. Насчет бобези, насчет бобезиоза обследование в Удмуртии не проводится и в целом в России не проводится, но в научных исследовательских работах, выполненных на территории Российской Федерации, бобези в клещах наших и к содовых обнаруживаются. Насколько проблемы для клиницистов представляют клещевые инфекции? Наверное, преувеличен страх этих заболеваний. Клещевой энцефалит. По Удмуртской республике несколько десятков случаев клещевого энцефалита ежегодно регистрируется каждый год один-два случая очаговой формы заболевания. Очаговые формы, наиболее серьезные формы пищевого энцефалита, это либо лица старших возрастных групп, старше 50 лет, и по этой причине настаивать на необходимости вакцинации, в первую очередь необходимой для людей старшего возраста, начиная с 45 лет, надо вакцинировать. Для этого возрастной группы заболеваний представляет серьезную опасность. И вторая категория, у которых развиваются очаговые формы, это молодые люди, дети, получившие с профилактической целью противоэнцефалитный иммуноглобулин. Сейчас иммуноглобулин очень нехорошая ситуация в российской медицине, связанная с костностью умышления наших ученых, занимающихся проблемой клещевого энцефалита. Производство противоэнцефалитного иммуноглобулина за рубежом в очагах клещевого энцефалита было прекращено в 95 году, именно в связи с тем, что задержка с введением иммуноглобулина после суток, после двух суток, после пересасывания клеща провоцирует нарушение нормального иммунного ответа на заболевание и провоцирует развитие очаговых форм болезни. Когда подсчитали к 95 году, что все случаи тяжелого течения заболевания у молодых людей, у детей, связаны с введением противоэнцефалитного иммуноглобулина, его применение запретили. Примерно тогда же, к тому времени, и в российской медицине уже были наблюдения, что развитие тяжелых форм, очаговых форм, связанных с задержкой профилактического введения иммуноглобулина, и тогда говорили о том, что после 72 часов вводить его нельзя. Почему-то потом этот период продлили до 96 часов, и сейчас по нашим инструкциям иммуноглобулин может вводиться в первые четверо суток после присасывания клеща. Так вот, по Удмуртии у детей, у подростков очаговая форма клетчевого энцефалита, это все на фоне введения профилактической иммуноглобулины. Те дети, которым не вводили иммуноглобулин, у них заболевание протекает легко, без каких-либо последствий. Сам по себе клетчевой энцефалит, если условно посмотреть, насколько тяжело. Во-первых, на 100 инфицирований вирусом клещевого энцефалита, на 100 заражений только у 10 развивается заболевание, может быть даже еще меньше. В большинстве случаев инфекции протекают вообще бессимптомно. И среди доноров Удмуртской республики достаточно высокий процент серопозитивных людей, которые не болели клещевым энцефалитом, не получали вакцину, а имеют в крови антитела к этому заболеванию, к этому вирусу. Среди заболевших на 10 заболевших у 9 заболевания протекает в лихорадочной форме. Лихорадочная форма как еще энцефалиты, это несколько дней повышения температуры тела, возможно двухволновые течения, несколько дней поднялась температура тела, несколько дней самочувствие удовлетворительно, затем повторный подъем температуры тела более высокая, более длительная, но в конце концов заканчивающаяся выздоровлением. Лихорадочная форма никаких проблем в лечении не вызывает, все лечение это применение антиперетиков, нормализация температуры тела и самочувствие состояния пациента удовлетворительное. Так, из 10 заболевших, неинфицированных заболевших, у 9 лихорадочная форма, у 1 нейроинвазивная форма. Но и нейроинвазивная форма клещевоанцефалиты, это обычно доброкачественное течение, менингиальная форма. То есть из 10 с нейроинвазивной, у 9 заболевание притекает в менингиальной форме. Обычный серозный менингит, не тяжелое течение, никаких последствий. Ну, конечно, боль головная интенсивная, часто она провоцируется и утрогенная, когда пытаются провести так называемую дезинтоксикационную терапию инфузионную, и после 300-400 мл инфузии пациент отмечает интенсивную головную боль, тошноту, рвоту, светобоязнь. Чуть разгрузишь диуретиками или же уменьшишь отек дексаметазоном. Самочувствие пациента удовлетворительное. Также применение антиперетиков, нормализация температуры тела, снижение внутричерепной гипертензии и неплохо себя чувствуют больные. Каких-либо остаточных явлений, каких-либо последствий, менингиальная форма клещевоанцефалиты нет, если у пациента нет сопутствующей патологии. Если есть какие-то цереброваскулярные проблемы, и менингиальная форма может закончиться формированием неврологических дефицитов, связанных с нарушением мозгового обращения на фоне лихорадки, на фоне внутричерепной гипертензии. И повторяюсь, только в редких случаях развитие очаговых форм клещевоанцефалита. Очаговые формы либо по варианту полиомиелиты, либо бульбарные нарушения. Основная проблема связана с необходимостью длительной искусственной вентиляции легких для этих пациентов. А летальные исходы, которые наблюдаются в Удмуртии, они связаны с осложнениями ИВЛ. Умирают не от энцефалита, а погибают от присоединения ИВЛ, ассоциированных к пневмонии обычным. Повторюсь, специфической терапии клещевоанцефалиты нет. Лечение поддерживающее и в большинстве случаев поддерживающая терапия дает удовлетворительные результаты. О хронизации заболеваний я сказать ничего не могу. За 30 лет работы хронические формы клещевоанцефалита я не видел ни в одном случае действительно хроническими. Бывает, что пациентам ставят диагноз хронический формы клещевоанцефалита, но по факту это стойкие неврологические нарушения. Возможно, не напрямую связанные с перенесенной инфекцией. Вторая группа распространенная. Клещевые боррелиозы. Лаймборрелиоз. Кроме лаймборрелиоза есть еще один клещевой боррелиоз в Удмуртии. Вызванной боррелией миоматоэ. Это заболевание протекает в виде рецидивирующей лихорадки 2-3 волны подъема температуры тела. Может быть достаточно выраженной лихорадочной реакции, тяжело переносимой, но антиператики помогают антибактериальной терапии эффективно. Сам по себе лаймборрелиоз. Он тоже нельзя к нему относиться как к какой-либо неизлечимой патологии. Во-первых, очень важно для лаймборрелиоза своевременность начала антибактериальной терапии. Своевременность проведения антибиотикотерапии в раннюю эритемную форму. Полноценная терапия должна быть продолжительностью желательно не менее двух недель. И препараты, либо же бета-локтамные антибиотики, либо доксициклин, лучше доксициклин для эритемной формы, они гарантируют то, что заболевание не перейдет в диссиминированную стадию, не перейдет в позднюю стадию хронического. Вернее, в позднюю стадию, которую иногда называют хроническим баррелиозом. Но хронический это не значит, что он навсегда останется у пациента. Хронический это значит, что заболевание развивается через несколько месяцев после заражения и длится несколько месяцев до года до двух лет без лечения, заканчиваясь формированием стойких нарушений. Обычно по варианту энцефалопатии, либо же по варианту поражения суставов. По рикетсиозам. Два рикетсиоза связаны с эксодовыми клещами. Эрлихиоз, моноцитарный эрлихиоз и анаплазмоз. Гранулоцитарный анаплазмоз называют. Болезнь и тот и другой рикетсиоз, они однотипны и предполагаются, могут предполагаться у любого лихорадящего пациента в нашей местности, если в анамнезе было присасывание клеща, да даже если и не было присасывания клеща, но риск посещения местности, где могло произойти присасывание клеща, пациентам отмечается. Лихорадочное заболевание при эрлихиозе на плазмозе характерно лейкопения, может быть тромбоцитопения, может быть повышение трансаминаз. Очень часто этим пациентам, если в анамнезе присасывание клеща, ставить диагноз лихорадочная форма клещевого энцефалита или же безритемная форма боррелиоза. Если безритемный боррелиоз поставили, прилечили до ксициклина, все хорошо. Если подумали, что это лихорадочный клещевой энцефалит, оставили без до ксициклина, заболевание может длительно тянуться. И у пожилых может явиться и причиной летальных исходов. В связи с такой лейкопенией создаются условия для присоединения вторичной бактериальной флоры. Есть такая показательная диагностическая особенность эрлихиоза и анаплазмоза. Они очень хорошо отвечают на лечение до ксициклином. На вторые и третьи сутки от начала терапии до ксициклином по 100 миллиграмм внутрь два раза в день температура тела нормализуется. И последнее бобезиоз. Бобезиоз у нас до сих пор не диагностировали. В целом в России не диагностируют. Но лаборанты, клинические лаборанты в Российской Федерации знают, что бобезиоз это внутриэритроцитарная протозойная инвазия и диагностика проводится так же, как диагностика малярии. Методические рекомендации у нас по диагностике малярии, они таки представлены лабораторная диагностика малярии, бобезиоза. Клинически там, где диагноз распознается, заболевание характеризует как лихорадочный синдром с развитием анемии и тромбоцитопении. И все, что требуется в диагностике это написать. Назначение мазок крови на малярийной плазмодии, бобезиоз. Обычная окраска по романовскому гимзе, обычная окраска мазка на лейкоцитарную формулу. Если лаборант знает, что надо в ретроцитах искать включение, он их увидит. Вообще, как поступать с пациентами, обратившимися по поводу присасывания клеща? Не совсем правильно поставлена у нас профилактика клещевых инфекций. Около пяти лет назад были приняты санитарные правила в Российской Федерации, которые регламентируют, что после присасывания клеща пациент должен, пострадавший должен обратиться. У нас обращаются в Республиканскую инфекционно-клиническую больницу отделение оплатного приема, где проводятся исследования клещей. Либо же в центры Роспотребнадзора региональные обращаются, сдают клещейные исследования. И проводятся исследования клещей на вирус клещевого энцефалита и на Боррелии и Бургдорфере. Получив положительный результат на зараженность клеща вирусом клещевого энцефалита, рекомендуется, если прошло не более 96 часов, рекомендуется введение донорского противоэнцефалитного иммуноглобулина. Для детей до 14 лет просто по факту присасывания клеща, даже без обследования, рекомендуется введение донорского противоэнцефалитного иммуноглобулина, если пострадавший не был вакцинирован против клещевого энцефалита. Опять же, по поводу противоэнцефалитного иммуноглобулина, даже когда он был разрешен в европейских очагах клещевого энцефалита, было одно ограничение. Препарат противопоказан детям до 14 лет. В России для детей до 14 лет предусмотрено бесплатное введение. То есть, детей ставят в риск по развитию очаговой формы клещевого энцефалита сознательно. Для взрослых введение противоэнцефалитного иммуноглобулина бесплатно и не обеспечено. Там за существенную сумму по желанию может пострадавший дозу профилактическую получить. Или же, если он застрахован, то по страховке получить профилактическую дозу. Но ни в коем случае после 96 часов, ни в коем случае вводить препарат нельзя. Вообще, лучше бы и... Вернее, не лучше бы, а правильным. Правильным было бы информировать пострадавших втрясавственных клещах, что если прошло более двух суток, более 48 часов, введение препарата, во-первых, может быть неэффективным, во-вторых, может спровоцировать более тяжелое течение заболевания. Каких-либо средств химии о профилактике клещевого энцефалита реально действующих нет. То, что назначается, это либо назначение с психотерапевтической целью, что-то пациенту должно быть назначено. Либо это такая интенсивная работа фармкомпании по продвижению своих препаратов с недоказанной эффективностью, разрекламированных как средство профилактики клещевого энцефалита. Ну, для примера, гомеопатические препараты эргоферон, аноферон, которые в себе, в принципе, ничто не содержат, они настойчиво рекламируются как средство профилактики энцефалита. При обследовании клещей на боррелиоз, на боррели и бургдорфе, получение положительного результата и по российским инструкциям, рекомендациям, совет пациенту прием до клещей на пятидневный курс по 100 мг два раза в день. Есть подобные схемы профилактики и в зарубежных очагах клещевого боррелиоза. Лайм боррелиоза очень много и в Европе, и в Северной Америке. Заболевание. Проблему для здравоохранения и развитых стран создает. Так вот, по американским, европейским рекомендациям, профилактика проводится в том случае, если клещ, присосавшийся, находился в присосавшемся состоянии более трех суток, очень долго находился присосавшийся клещ, более 7 месяцев, 2 часов, и вся профилактика ограничена однократным приемом 200 мг доксициклина. И то под большой вопрос ставит необходимость этой профилактики. Поскольку лайн боррелиоз, повторяюсь, он очень хорошо поддается терапии в раннюю эритемную фазу. И по здравому смыслу, после присасывания клещей, рекомендации должны быть в течение месяца после присасывания клеща. Избегать стрессовых ситуаций, избегать акклиматизации, перегревания, избыточной инсоляции, тяжелых физических нагрузок в течение месяца после присасывания клеща. И примерно через неделю после присасывания клеща проводить термометрию через день, ежедневная термометрия и осмотр кожных покровов. В том случае, если будет повышение температуры тела, либо если появится пятно эритемы в месте укусы клеща, иногда бывает и не там, где присасавшийся клещ был, потому что перед тем, как присасаться, он может в нескольких местах покусать человека. Присасывания безболезненные, незаметные. Вот в том случае, если повышается температура тела или появляется пятно эритемы, вот тогда начать лечение доксициклином двухнедельный. Прием 14 дней доксициклина и никаких проблем с лаймбарлиозом, с эрлихиозом, анаплазмозом у пациента не будет. Для детей до 7 лет доксициклин может быть заменен бета-локтамными антибиотиками, обычно амоксицелин. Но в этом случае, если у пациента эрлихиоз или анаплазмоз, бета-локтамные антибиотики не подействуют. Для детей при подозрении на эрлихиоз и анаплазмоз нужно применять рифампициновые антибиотики. По бебезиозу, опять же повторяюсь, нет у нас диагностированных случаев бебезиозы, и в целом в России нет препаратов лечения бебезиозы. Препарат периметамин, он в Российскую Федерацию не поступает. Периодически бывает комбинированный препарат Фенсидар периметамин с сульфаниламидным препаратом. Но доксициклин, он и на бебези может подействовать и медлить их размножение. Так, это короткая, так, основная информация. Чем пользоваться в случае работы с больными клещевыми инфекциями? Вы знаете, что клинические рекомендации российские, они размещены на официальном сайте Минздрава Российской Федерации. Раздел «Полезные ресурсы», электронный рубрикатор клинических рекомендаций. Здесь содержатся утвержденные клинические рекомендации, которые действительно имеют какую-то юридическую силу. По клещевым инфекциям ни для взрослых, ни для детей рекомендаций клинических нет. По клещевым инфекциям и вообще очень мало утвержденных рекомендаций. Еще зимой, по-моему, до марта здесь в электронном рубрикаторе находились клинические рекомендации по лечению клещевого вирусного энцефалита и по лечению лаймбролиоза. Но убрали, их убрали на доработку. Здесь же на сайте Минздрава в разделе «Полезные ресурсы» есть Федеральная электронная медицинская библиотека. Клинические рекомендации, протоколы лечения. Очень много размещенных, но это либо старые версии, либо неутвержденные документы. И пользоваться ими, в принципе, брать их как основу, оценивать, проводить экспертизу качества оказания помощи. По этим рекомендациям нельзя. Они не утверждены. Там очень много неверной информации. Так что Федеральная электронная медицинская библиотека лучше на нее сейчас не обращать внимания. По тем рекомендациям, что я сказал, были размещены в рубрикаторе, то есть вроде бы утвердили, вроде бы вынесли как руководство к действию по энцефалиту и барлиозы, но вернули на доработку. Они находятся сейчас, вернувшиеся с сайта Минздрава, находятся сейчас на странице научного общества инфекционистов. Клещевой вирусной энцефалит, клинические рекомендации, 19-й год, ноябрь месяц, и болезнь Лайма, Лаймберлиоз, тоже ноябрь 19-го года. можно на них ориентироваться, можно ориентироваться на, так вот, ключевой энцефалит, на эти рекомендации. Скорее всего, без существенных изменений они будут утверждены Минздравом Российской Федерации. Что там за подковерная борьба? Она обычно связана с продвижением лекарственных препаратов. Вот по лечению клещевого энцефалита, театропная терапия, что хорошо, наконец-то перестали продвигать рибонуклеазу в лечении энцефалита. Это вообще позор был несколько десятилетий, когда такой препарат преподносился как противовирусный. Рибонуклеаза, она вообще никак не может воздействовать на РНК вируса клещевого энцефалита. На уровне рекомендации на уровне младшего медицинского персонала можно было расценивать, что РНК сможет как-то подействовать на РНК вирусы введённые. Хорошо, что это ушло. И очень хорошо, что плохо то, что предлагаются препараты такие, как здесь написано. Но хорошо, что есть комментарии. Вся этиотропная терапия неэффективна на стадиях заболевания, когда вирус поразил, уже поразил нервную систему. То есть там, где есть менингиальная форма, там, где есть очаговое нарушение. Всё лечение направлено не на борьбу с возбудителем, а на патологический механизм, угрожающий жизни пациента. Я опасаюсь, что сейчас идёт обсуждение убрать этот комментарий. Потому что очень заинтересованы люди, чтобы и иммуноглобулин противоэнцефалитный использовался в лечении клещевой энцефалиты и интерфероны. Такой препарат Риоферон ЕС Лепинт. Он в виде таблеток. Никакие интерфероны с поверхности слизистых всасываться не могут, и поэтому такие препараты, они, в принципе, никак не действуют. Виферон, Грипферон, Риоферон Лепинт они не могут воздействовать. На поверхности слизистые разрушаются за несколько минут всасаться. Даже с воспаленной слизистой системный кровоток они не могут, но продаются очень активно. Ну и индукторы интерферонов. Индукторы интерферонов, в принципе, опасны тем, что такие препараты могут спровоцировать присоединение к вирусной инфекции еще и аутоиммунных осложнений. С патогенетической терапией. С патогенетической терапией. По опыту работы Республиканской инфекционной клинической больницы пациенты с клещевым энцефалитом госпитализированные, менингиальные формы, либо очаговые формы. Все лечение это терапия и профилактика внутричерепной гипертензии, воспалительные назначения дексаметазона обычно 12-16 миллиграмм в сутки на минимальном объеме инфузионной терапии. Применение антиперетиков, если дексаметазон не достаточно эффективно снижает температуру парацетамола. И поскольку никогда не известно, что это действительно вирусный для чего энцефалит или же сирозный менингит на фоне диссиминированной стадии баррелиозы, то еще дополнительная антибактериальная терапия. Обычно цевтриаксон 4 грамма в сутки внутривенно 4 грамма в сутки по той причине, что цевтриаксон с женериками обычно имеют активность антибактериальную в полтора-два раза меньше оригинального препарата оригинального рацифина. То есть рацифин можно 2 грамма, а если это цевтриаксон и другие торговые названия дженериков, то в полтора-два раза надо дозу увеличивать. Итак, этот документ будет у вас, то есть не будет, а он размещен в качестве материалов для изучения к теме занятия, а также как и вот эти рекомендации по лаймбролиозу, они тоже, повторяюсь, они были на сайте Минздрава в разделе рубрикатор, но весной, к началу весны их убрали на доработку. на самом деле работая с пациентами лучше пользоваться более серьезными изданиями, в том числе на русский язык переведенные. клещевой энцефалит это сборник протоколов лечения британский медицинский журнал best practice клещевой энцефалит клещевой энцефалит в Европе достаточно распространенная патология. Патология распространенная, но ничего нового три года уже придумать не могут. Последнее обновление ноября семнадцатого года в апреле двадцатого года пересмотрели, ничего нового в лечении клещевой энцефалиты нет. вообще вирусные энцефалиты единственные вирусные энцефалиты которые имеют специфическую терапию это герпес обычный вирус простого герпеса первого типа но и второй может энцефалитические реакции давать и зостер в рецелы может давать энцефалитические реакции и поэтому такой стандартный подход если пациент с энцефалитом тяжелое течение заболевания не забудьте о вероятности герпетической инфекции поскольку это единственное излечимое требующие специфической терапии состояния не забудьте назначить ацикловир иногда говорят о том что европейский клещевой энцефалит это более легкое течение по сравнению с российским тем более с дальневосточным но все такие достоверные изучения показывают что что на дальнем востоке что в германии клещевой энцефалит протекает однотипно почему дальневосточный вариант более тяжело выглядит а только по той причине что на дальнем востоке остаются нераспознанными недиагностированными лихорадочными ненгеальные формы клещевой энцефалит в стационары поступают пациенты с очаговыми формами Хабаровский край Приморский край в очагах энцефалиты а к 30-40 годам все местное население сельское уже которое перенесло заболевание то есть переносит в легкой форме документ допустим алгоритмы лечения клещевого энцефалита подозрение на подозрение на вирусную инфекцию первая линия терапии немедленной госпитализации если это энцефалита цикловируем внутривенная плюс симптоматическая терапия если диагноз лечо энцефалита подтвержден иммуноглобулины М нарастание титра иммуноглобулинов все лечение это дексаметазон или монетол лучше дексаметазон профилактика профилактика внутричерепной гипер гипертензии здесь сразу на очаговую форму на тяжелое течение заболевания вплоть до шунтирования когда внутричерепная гипертензия неуправляемая этот документ будет в материалах для изучения в виде брошюры брошюры такая брошюра 45 страниц текста если у вас появится пациент в течение месяца после присасывания клеща развитие серозной менингиты либо нарушение глотания на фоне подъема температуры тела либо прогрессирующая мышечная слабость плечевого пояса ориентироваться надо на подходы к терапии предложенные в этом руководстве то же самое по лайн боррелиозу или неправильно печатаю в том что Продолжение следует... 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 Продолжение следует...